Спасибо. 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 называются квантовые точки. Это один из существующих элементов современной нанофизики. Но просто так ранее рассказывать вот там больше отвертых антиристики или что-нибудь еще неинтересно, поскольку у нас это на самом деле школа, а я занимался этими квантовыми точками не просто так, а в связи с реализацией вполне фундаментальных понятий, а именно понятий симметрии. Несмотря на то, что эти квантовые точки придуманы для того, чтобы опять-таки реализовать все эти принципы, но хорошо придуманный девайс на самом деле подчиняется вполне фундаментальному закону физики, и чем лучше он придуман, тем фундаментальнее эти законы. И вот я хочу начать даже не с физики, а с математикой, потому что физика приходит и выходит, а математик остается. По той простой причине, что физика, по крайней мере та физика, которую я понимаю, то есть физика конденсированного состояния, она с природой в общем-то уже покончила. Когда мы начинали, в 60-е годы, теоретики умели описывать только натрий, магний, алюминий и их УДД-кальций. Вся таблица Менделеева, она была с точки зрения теории металлов и полукругляков, численно не освоена. Они, в принципе, знали, как устроена эта система, но доводить теорию до числа этого не умело. За эти 50 лет всю таблицу Менделеева элементарные, вещества создали из элементов, а из двойных комбинаций все уже опробовали, обсчитали и сделали. Осталась только экзотика. Четверные безерные и шестерные системы, которых в природе нет, но химикой мере синтезироваться. И вот искусственная структура. Поэтому вся физика, которой мы занимаемся, она целиком полностью обусловно грантами, которые дают на те или иные структуры. Есть гранты, есть эта физика, нет грантов, нет этой физики. Но математика, которая эта физика описывает, она более увеличена. И вот я, собственно, про эту математику в первую половину лекции буду говорить. Сейчас мне хочется где-нибудь вообще. А будет теория групп. Я знаю, что теория групп не предмет первой необходимости и не то, что будет во всех аниверситетах. Поэтому я ее начну с самого начала. Т.е. зачем нужна физика и т.е. квадромеханизм, зачем нужна феория групп? Т.е. даже те, кто ее как бы не проходил, я постараюсь азы рассказать через 15 минут. А. И определить в вопросе симметрии гаметриана, это вот то, что как бы худо-бедно все знают из Курсанулгау, и перейти к тому, что он, собственно, является моим предметом. Т.е. не обычная симметрия гаметриана, а либо скрытая симметрия гаметриана, либо динамическая симметрия спектра, который этот гаметриан описывает. От этого и будет мой предмет, и он, как ни странно, имеет прямое отношение к рекламной части, а именно к надообъекту. Это клановые точки или молекулярные транзисторы, в которых, возможно, называется single electron tunneling, т.е. туннелирование электронов поштучно. И в этих устройствах электронный ток протекает путем сложения элементарных токов, связанных с переносом одного-единственного электрона. Эти электроны можно просто экспериментально считать, заполнять эти клановые точки электронами поштучно, и вот это я тоже расскажу, и объясню таким образом динамические симметрии в этих случаях работы. И главный приз этой системы науки – это будет так называемый кондоэффект. Вот это то, чем я в основном занимаюсь. Это довольно сложное коллективное явление, которое существует и в металлах, и вот именно к ним эти симметрии применимы и помогают описать эти функции. Т.е. моя история будет настолько, как вполне фундаментальные, даже очень фундаментальные, математические законы стреляют в таких простых вещах, как вольтампиадная характеристика, и экзотическое проявление закона Ома и недорожения его. Вот это то, чем я сказал. Итак, вездесущая теория группы. Что такое группа? Группа – это свойство множества элементов. Назовем это как мини-буку мини. Имеется множество элементов и операции над ними. Среди этих операций есть единичная операция. Снизу кнопка нужна. Указка. А указка? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Добро пожаловать в Диму Криво. Спасибо. Сейчас, попробуйте, должна работать. Спасибо. Имеется набор чего угодно. Просто предметы покрасаны в разных цветах. И определяется операция над этой группой. Допустим, если у вас имеются кубики, то можно их переставлять с места на место. Если имеется кисточка, то можно эти кубики перекрашивать. Если у вас имеется кубики, то можно поворачивать. И вот теория групп – это как раз наука об операции с этими объектами, которые выявляют их симметрии. А именно, переводят эти объекты сами в себя. Если, допустим, имели треугольник, превративающийся объекты, то он совместился сам с собой. И у него имеется треугольник симметрии. Это вот элементарно, например, объекты, которые вписываются в двух. Грубые адресы – это все, что угодно. Например, множество натуральностей, или множество их иррациональностей, или какие-нибудь какие-то необычные. Над ними всеми можно передать операции, и эти шансы классифицируются с помощью этой самой теории. Придумывали ее еще в 19 веке, математики, и физики ей не пользовались до начала, фактически до Эйштейна. В настоящем его начале, когда появилась теория, и в том числе, когда появился в каком-то будущем, в будущем общей теории насильницам, я тогда проведен в первые, реальные практически теории группы. Потом появилась характерная механика, появился великий физико-математик Юджин Виктор, который догадался, каким образом, с помощью теории групп, можно сказать то, что мы и так знаем проявление Шейдингера из прошлой платформы. И вот теория групп основана на двух фундаментальных теоремах. Первая теорема относится ко всем объектам классного классического, называется теорема Нерто. Эмммонетер сформулирует дилемму, даже можно часто пополнить Нерто. Который говорит, что... Почему не так? Пожалуйста, немножко крутится. Хорошо, я же... Ну, это... Важно просто листать там... Да. Вы не ставите просто этим самым. Отключи вообще. И листай... Ну... Ну, не работает. Отключи, я говорю. И садись здесь, и листай просто. Вот и всё. Да, вы мне говорите, когда перевернули. Значит, можно подключить... Итак, теперь есть набор элементов, и объект обладает ту свойство зрения. Груковой симметрии, когда им выполняется четыре основных постулата. А именно... Что произведение двух элементов, то есть двух операций, воспроизводит один из элементов этой группы. Элемент А, помноженный на элемент В. Помножение, это значит, две постоянные операции. Превращают только элементы, преднедлежащие и кто же будет. Имеется свойство ассоциативности обычная. АВ, помноженное на С, есть А, помноженное на С. В системе существует единичный элемент, который переводит любой элемент сам в себя. И, наконец, существуют обратные элементы группы. Такое, что А на А-1 выявили четыре. Если это множество обладает этими четырьмя свойствами, оно является предметом написания помощи группы. А если нет обратного элемента, то это всё равно, как вдруг, может выбрать полупростая группа. То есть, вдруг без обратного элемента выбрать полупростая группа. И те из других, и те из других. Вот такой учебный пример, который в любой книжке по тебе вдруг приходится. Вот у вас имеется шесть предметов, обозначенные вот такими буквами. Просто обозначение. Е – это как единичные, а это пять других. И составляется таблица умножения этих самых операций. Последующими правилами, которые есть здесь, что, вот видите, здесь всё вполне упорядоченно. Первые три элемента, помноженные на сами себя, дают самих себя. Чтобы правда не надо. Вторые три элемента, помноженные на сами себя, дают элементы из первого пуска. Ну и, соответственно, первые на вторые две на вторые. То есть, они явно упорядочены. Оказывается, что вот это вот абсолютно обставка и в нейматическом доступе имеются вполне реальные физические отображения, деморфии. И это, например, тот же самый треугольник, с перенумерованными решениями, и с шестью операциями симметрии. Шесть операций – это три поворота на те угла, которые вы сами собой… сам, которые перевозят у самого себя, идут отражения вокруг трёх оси. И вот все эти шесть операции подчиняются вот ровно этим самым правилам умножения. Второй изомофизм – это группы перестановок чисел 1, 2, 3. Их тоже можно переставлять в один и под два. И они тоже вложены в ту же самую группу, которая называется Ц3В. Вот так вот работают группы вообще. Это пример так называемой дискретной группы, когда все операции дискретные. Поворот на конечный угол, обращение вокруг оси на тот же конечный угол, или перестановка двух двух шесть. Есть группы и не первые. Следующий. Вот здесь возвращаемся к основным постулатам теории. Первая же теория МНД – это любая дифференцируемая симметрия над механическими факторами действиями, это как причина действия, то есть минергию напрямую. Любой такой симметрии отвечает свой закон сохранения. То есть все законы сохранения, которые есть в природе, это не есть фундаментальные свойства материи, в начале, а это есть фундаментальные свойства времени и пространства. В основе сегодня это вовсе не сохранение чего-то там, а именно симметрия времени пространства. Например, однородность во времени, то есть возможность непрерывно продвинуться по времени, воспроизводит систему самосуществля, и это одновременно означает сохранение метра. непрерывность, однородность в пространстве, возможность перенести объект на место неизменившего свойства, а, значит, отвечает сохранению момента, сохранению... момента. Лигурства. Лигурства. И, наконец, однородность угловая пространства отвечает сохранению углового. Это все в применении многих классических квантовых механик, но в квантовых механике Вигнер, сформулировалось следующую тюрьму. Если у вас имеется волновая функция, которая отвечает данные квантовые, данные уровни с энергией Е, то эта волновая функция преобразуется по определенному представлению группы симметрии уравнения Шреддинга. Потому что уравнение Шреддинга это сенциальное уравнение, которое тоже чувствительно к операции перемещения во времени в Казахстане. И вот каждому 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 собственному значению отвечает определенное представление группы симметрии уравнения Шреддинга. Это фундаментальная теория. И, в общем, теория групп применения квантовой механики она более-менее на другом языке переписывает и переинтерпретирует теорию представлений квантовой механики. Поэтому группа, которой мы будем заниматься, предметом группы преобразования может быть что угодно, в том числе и матриц, мы будем заниматься операциями, на двое сфере и в баллийственном состоянии квантовой механической группы бывают, как я уже говорил, дискретные вот пример треугольного дискретных группы но мы будем интересоваться непрерывными группами когда групповая операция это и есть то, что называется инфимизмальная операция при ее перемещении во времени или спиновой И используются инфинитизмальные операторы бесконечно малого поворота, или бесконечно малой геносляции, или трансляции вместе с поворотом. Они являются генераторами так называемых алгебр Ли. Эта операция не всем хорошо известна. Например, если мы занимаемся инфинитизмом на бесконечно малой геносляции, то соответствующая операция, если что иное как, оператор углового генера тоже все знают из квадровых генера. А если мы это делаем на рефиксированном радиусе, тогда это есть поворот на сфере рефиксированного радиуса. И они присутствуют с двумя углами, полярными углами и двух углами генера. Это все равно. И вот эти операторы имеют такой вот вид. Имеется оператор G-квадрат, который имеет собственное значение G на G-пс-1. Это есть, например, как Лаквасиан, выраженный угловой генератором. Это все знают из квадровых генераторов. Но с точки зрения пюрой групп, эти же самые уровня есть реализация группы SO3. Это группа вращений на единичной сфере, на сференческих сференах. Это трехмерная пространство. И это трехмерная пространство. А G-квадрат, который все знают, что это такое, G на G-пс-1 и его собственные значения, это так называемый оператор Казимира. Т.е. мы сейчас говорим о том же самом, о чем мы говорим о том же самом, о чем мы говорим о том, о том же самом. Вот эти операторы углового момента образуют замкнутую алгебру. Т.е. коммутируют друг с другом они по другому распределению. И вот такая алгебра целиком и полностью объединяет группу SO3. А оператор G-квадрат здесь оператор Казимира. Формально и математически оператор Казимира определяется как оператор, составленный из генераторов группы. Т.е. там, например, просто квадрат, а их, так сказать, потерями по горку, да, который коммутирует с единичным оператором. Это вот такое простое определение, что оно очень-очень невероятное. В этой группе имеется один оператор Казимира, но его все знания не знают. То там, где мы будем находиться еще в это время, таких операторов может быть несколько. Может быть, каких-нибудь. Первый пример я призываю немедленно. Это вот первый случай, начиная с этого момента, мы начинаем чуть-чуть отрываться от традиционных пандемеров. А эти генераины немножечко по так называемых скрытых сенитетям. Известный пример, он уже здесь с самого начала главного меганита 1927 года, Т. Паули и последующего генератора Фока, которые заметили, что если вы занимаетесь исключением уравнения Шреддинга в кулоновском потенциале, ну, как у театра, то у него имеется скрытость. А именно, если вы, разбитый уровень из Шреддинга, сделаете его преобразование в представлении инструментов, вы обнаружите, что оно на самом деле не трехмерное, а четырехмерное. В системе имеются скрытые размеры, которые на эти теории групп интерпретируются, как скрытый сенитет. В чем оно выражается? В том, что вы можете не только построить оператор углового момента, как произведение ИРО на В. Ну, и вот такой вот оператор, который, то есть векторное произведение углового момента, на тот же самый В, вот такой комбинации, минус вот этот самый фактор ИРО на В, который возникает из-за из-за у вас единственных и единственных. Только в таком потенциале мы такой вектор его воспроизводим. А здесь еще стоит фактор, который в сведении Шреддинга как либо оператор Гаммитериана, либо его собственные значения. И вот такой вектор, который, опять-таки, известен в классической еще механике, как вектор Хронгейминца, входит в число генераторов истинной группы этого уравнения Шреддинга, которая оказывается группой четырехмерных. Вот это самое четвертое измерение, которое мог обнаружить сделать при этом образовании, истинной группы. У вас имеется не один вектор, а два вектора. И компонент у них не три, а шесть. То есть шесть операторов существуют. А вектор Хронгейминца ортогонарий, т вектор углового вектора. А оператор измера, то есть сумма их квадратных, равна минус один, где-то с вот такой комбинацией. То есть в этом случае вы видите, что у нас имеется не один оператор оператора, а два. Первый вот этот, а второй вот этот, который есть в боте. То есть эти два вектора, и сумма оператора другого вектора. То есть вот скрытые симметрии гаммитериана, на самом деле это есть то, что называется в теории атомовозорода, вырождение аспекта по одному из квадратных частиц. То есть опять-таки я рассказываю вещи в лесах, но только немного разумеется. А вопросы сразу? Конечно. То есть векторами антисердичной 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 антисердичной? Нет. На самом деле нет, не антисердичной. Этоapache на 2-ная антисердичной 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 арти here. Ну в каком-то смысле вы видите, что здесь нет векторных превзведений, в этом смысле они с Körperbe still K communicated. Дело в том,공 여기です, c. Denn sanko n есть анти common sense of the verb, а мы еще делаем бонерные предыдущие антибzyn in opposite terms задавать. Так вот, вскрытый анти به есть тогда, что вектор n в гаммитеря никогда не входит Комплиент содержит, например, весь квадрат 9 на какой-нибудь томас. Вот это и есть появление спиртных сетей. Ещё разочек. Вот. Теперь вот эта самая группа СО4 будет первый материальный персонаж, науку, о которой я хочу вам рассказать. Потому что это самая простая, самая элементарная, не простая, а полупростая группа. Сейчас я переберяю, что такое путь можно было бы рассказать. Давайте теперь сделаем следующий пример. И сейчас я уже по течке перехожу к теоретам сетей. И вот, как мы говорим обегатором. Вот у нас имеются и координаты x, y, z. И мы их строим операторы главного матерства. Обычный мулектор думает так. Давайте добавим четвёртое измерение, а именно взаёмое время. Может, что угодно, но давайте просто вышли. Тогда мы точно по этому же образцы. Можете построить ещё один вектор, которым t замещает поднимать эти кераменты. То есть увеличение размеров на сетей ничку автоматически обозначает добавление трёхного генератора с точки зрения тюрьму. И мы вот эту самую, вот эту самую почте A1, которая генерирует с почтями, это групповращение начито с примерной сфере. вот с такими вот эмоциональными способностями. Это все выгодные способности. m с m коммунистрирует L, и r с L образует коммунистрирует L с алисиметрическим тензором. И вот два их оператора без негатива. Первый – L квадрат и L квадрат. Он равен трём. Это число. А второй просто фиксирует и их оставляет. А есть альтернативные поверхностные образования, просто поворот их как сумму и разность. Когда вместо L вы пользуетесь двумя вот этими, у них вот такие коммуниционные соотношения. Вы видите, что J, что они уже коммутируют сами на себя. Вот это свойство коммунистрирует сами на себя и есть одно из определений полупростой группы. Т.е. когда вы имеете два таких коммунистрирует, от двух другого они просто коммунистрирует, тогда можно сказать, что каждый из этих подбористов образует идеал для группы S4. Вот группа с идеалом называется полупростой группой. И агреатор экземеров этих, агреатор имеет вот такой группы. Сумма квадратов на него в тренинге, а разность квадратов на одну – это просто два эквивалентных представления держательного результата. Бога полета. Следующее. И теперь мы наконец добираемся самого главного предмета в нашей занятии, а именно динамически. перейдёмся обратно к учебнику Мантовикова. Глава – теориация. Амсу, рейсу, потенциал, а l есть банковое число, все уровни, как и называется, по его значению, r0 – S уровни, 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 и в отличие от квадратной матрицы. Нормальное сравнение Шейдингера может быть диагонализованным прикинул в блочке диагонального объекта. И вот эти квадратики, с точки зрения теории губ, плановые функции, на которых реализуются плавные диагональные блоки, называются неприводимыми представлениями. Больше диагонализаций ничего не возможно. То есть каждому собственному значению и каждому одному числу отвечает неприводимое представление данного значения. Это теоретическое изображение теоремии Фигнира. Вопрос. Ну хорошо, здесь все понятно. Вот операторы J2KWL они реализуют как раз все матричные элементы, все переходы, внутри вот эти самые блоки. Вы можете построить компоненту Z, компоненту плюс и компоненту минус, которые повышают и понижают, то есть, примерно, проекцию с L1 и, так сказать, проекцию с L1. Орбитальное число L, группа XCM, и операторы повышающих понижений могут менять M на плюс 1 или на минус 2. Вникает вопрос. А вот у нас еще есть не диагоналии. Пусть их, как бы, в диагональной форме нет, но формально мы их можем построить. То есть, мы можем придумать оператор, который переводит состояние с L1 в состояние с L2. Ну, например, оператор взаимодействия со светом. Просто дипольный переход. Все изменения. Они существуют. Тогда возникнут вот эти вот, если вы возьмете состояние с L1, возникнут вот эти вот переменности. если вы возьмете с L1, если вы возьмете с L1, то есть, по-другому возникнут вот эти единицы. И выходит с L1 запомнить всю вот эту самую клетку. Так вот, есть раз есть операторы, которые существуют переходы внутри этих блоков, есть и операторы, которые существуют переходы между разными блоками. Спрашивается, что такое реактивное с точки зрения теоритма. Он не законный вопрос. Чтобы на него ответить, давайте перейдем к следующему объекту, который называется квантоверататор. Это, опять, упражнение по увеличению размера ССССР до 4. Значит, квантоверататор это полчевого принадлежа на франшерстскую ось, которая свободно может обращаться относительно асси-з 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 теперь мы видим, что как у любой вращающей объекта нам надо предоставить другая угла милерия, мы возьмем третий угол между осью его вращения и осью земли. Поэтому у нас имеются три угла и фиксирование разница, значит, эффективный размер, четыре. как у вас с предыдущим опытом мы понимаем, что это уже будет группа сочи. Вот этот самый угол альфа играет ту же самую роль, что координатор времени в операторе n который мы строили тоже. Но мы видим, что у нас имеется три угла и два, поэтому основным базисом для группы для собственных изначений собственной функции оператора жесткого родатора для синисферической функции гиперсферической функции с тремя углами. Если вы ведете оператора m тогда окажется, что у них имеются симметричные элементы между состояниями с разными a. То есть оператор m может менять угловой момент на плюс-минус 1. То есть реализует вот эти самые недиагональные блоки цикулярного 1. Так что вот этот самый объект динамический динамический симметрии обладает свойством динамической симметрии его в палисе оператора в наборе генераторов отвечающих ему группы симметрии имеются операторы меняющие динамические 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 т.е объект актив превратан это внутри � boi en, так что не чистая динамические динамической репортрактор , а вполне просто физическое объем и это 很多 это система двух электронов Если вы включите взаимодействие между ними, обменное, тогда эти спины складываются, они могут сложиться дига в триплет, когда спина в направлении, дига в сингер. Это и есть реализация двух неприводимых представлений для этой задачки, сингер и триплет. Но общая размерность вот этого циркулярного линии, я делаю, четыре, трипроекции, триплета и одностоицы. У нас же есть триплесчерка, это раз четыре, значит, сейчас вылезет группа S по четыре. Вот она и выглядит. Мы можем построить спин-ор, который содержит не как обычно три компонента вектора, ап, даун и зерва. Задавая спин-сингер в качестве правдоправного четвертого компонента спин-ор. То есть мы имеем два четырех спин-ор. И, соответственно, построить на нем матрицу операторов перехода из всех возможных переходов из синглета внутри триплета. Это будет оператор спина. С помощью вот таких вот матератических прострукций операторы вы уничтожаете состояние J, вы раздаете состояние I. То есть это операторы перехода между состоянием J и I. Эти операторы, например, Джон Хаббард, совершенно для другой цели. Потом они будут цели, это цель, которую мы уже говорили, но они замечательные условия для того, чтобы строить вот эти самые генераторы, операторы динамические группы. Обычные операторы спины с их помощью модулями. Вот такие вот образы. Это up, up, минус, down, down. Операторы повышающие, это вы переводите минус один в состояние 0 или состояние 0 в состояние 1. Это просто действительно повышение проекции. Ну и, соответственно, понижение проекций. Но вы тоже сами можете проекции делать как операторы, соединяющиеся синглета и триплета. Вот имеется еще три генератора. z плюс и минус, которые объединяют различные проекции эгглета с веревним синглета. Там также тоже имеется z тройка полета, повышающие и генератор. То есть, действительно, динамическая синглета этого мультиплета, синглета плюс триплета, описывается четыре шестию операторов, образующими два вектора. z обычно спин, и вот эта самая синглета, и вот эта самая синглета. Помните, я вам говорю, что можно добавить операции синглета полусумма и полуразноза? Это есть не что иное как. Спин можно представить как сумму двух электронов. А реактор можно представить как разность. Ну, конечно, совершенно простая математическая очередная. Раз можно составить сумму, то естественно, можно составить и раз. Вот эти перегроминации образуют генератором группы SH4 для симметрии. Это вполне реальный физический объект. И эти симметрии выстрелят тогда, когда мы приведем к состоянию состояния, где возможно приходить к симметриям. То есть, спин не сохраняет симметрии. А. Те же. Ага. Значит, позиционные соотношения для них те же самые, которые мы уже имеем. Операторы, опять же, имеют тоже те, которые мы уже имеем. Сумма квадратов спинных двигателей. Сумма квадратов спинных двигателей в течение 2. Поскольку S квадратов, оно 3,4. То есть, в случае спинных наносится, а это сумма в течение 3. А раз назад, здесь ставим 2. А что никаких чудес? А. Все в том, есть не. И так, когда эти динамические симметрии реально продолжат? В стационарном состоянии, когда спинных величина сохраняющихся, в момент, где сохраняющиеся, это все не нужно. Но если система взаимодействия с внешним пулем, как то, допустим, различает синхронные преимущества, или, что еще важнее для нас, с резервуаром, с которым может быть объединение частиц, и тоже симметрия объекта. Вот тогда динамические симметрии работают, и в нанофизике приходит именно это. Значит, что с перерывом? Вы уже поздно начали? Ну, так вам удобно, если вы сейчас хотите делать первое. Как аудитория? Става? Можно посмотреть что-то на следующем состоянии? А, давайте еще немножко. Немножко. С математикой покончили, сделайте. Сделайте, чтобы он здесь удивился. Следующий. Объект, опять, физически совершенно известный. Это, так называемый, экситонный волк. Что такое экситон? Это, вы имеете полупроводник, у которого в основном состояние валютная зона заполнена. Это, естественно, полный симметр, спидовый. Но вы можете привести электрон из валютной зоны в зону кровообинности и связать его к лоновским взаимодействиям в экситон. Поскольку оба, и электрон, и дырка имеют спинь, экситон должен быть симметрный и 3-летный. И вот у вас имеется, совершенно же, что такое раньше, по мнению. И 3-летный экситон, вместе с основным состоянием, которое есть симметр, образует группу СО4. Теперь вы вводите оператор переходов внутри триплета, переходы с симметрами в триплета, зарабатываете группу СО4. Но у вас теперь имеется еще симметрный экситон. И вы будете опять проделать то же самое, то есть связать оператор с симметрами с триплета, то есть ввести еще три оператора, а потом еще связать возбужденный симметр с основным симметрами. В угол получаем 10 операторов, которые образуют три ветора, а где-то уже скучки, а две разумеют, а две разумеют не самые компания Z, а плюс N. Теперь, извините, а можно еще раз? Спин одна вторая у дырка, спин одна вторая у электроны. А электрон с дыркой, они взаимодействуют обменно и спины складываются, либо в 7 метр, либо в 3 метр. Так же как это. Теперь вы получаете пример два раза по спину одну вторую, почему сейчас тут многое появилось? А ничего нет. Просто их можно сказать в 7 лет и в 3 лет. Всегда в этом все понятно. А есть еще основное состояние, которое тоже электричество. Когда он сидит внизу? Да, все внизу, это тоже симметр. А нет, но это основное состояние системы, оно, естественно, в базе сходит. Поэтому у нас получилось 2 симметра и 1 метр. И первое тут имеется, значит, компенсационное соотношение. Теперь уже больше стало. Это примерно три вектора. Но они сегодня более-менее с одними струкционными факторами. Только два вот этих вот нетрадиционных вектора, это дальние мотивы, они выдают скаляк. Вот скаляк, описывающий, вот, плюс метр. И оператор газемера, это сумма здесь теперь 4. С квадрат, плюс диаграт, плюс М квадрат, плюс скаляк квадрат, где он равен 4. Вы имеете больше других операторов газемеров, которые описывают состояние артогеналицы между С. С артогеналия – Э, М артогеналия – С, а Р, М – нет. То есть здесь уже чем дальше с, тем больше операторов газемера. Ну давайте делим. Давайте торопим 5 минут, поскольку не больше, да? Значит, кто просил куртку привлечь? Цвет какой? Там, оказывается, что… Какого она цвета? Если вы думаете, что там есть, если вы для ваших руководителей, если вы это называете, и… … Друзья, пройдите, здраво! Продолжение следует... 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 между ними прямое произведение, то есть все на все, и вы считаете произведение единичное, единое, единичное, и таким образом учитываете 15 лимбераторов. Если у вас, по физическим причинам, переходы из ямы в ямы возможны только без переворота спины, а это реально тогда эта группа вырождается. Вы можете либо совершать переходы между ямами или правые ямы без переворота спины, то есть сигма матрица имеет такие единичные, где мы, наоборот, поворачивающие в одной яме не реализуем другую. То есть матрица вырождается произведением таких, и тогда группа С4 сводится к прямому произведению группу С2 на С2. Ну все, теперь у нас все готово, для того, чтобы что-то появляется на объект. Сейчас можно перейти к седру. Так, данные объекты. Их много, почти бесконечно много. Один из самых открытых, и я не знаю, какой я не думаю, это классные точки. Это объекты, которые возникают за границами между двумя он правильниками оснеит галлия и оснеит алюминат галлия. У них немножечко разные запрещенные зоны, и поэтому, когда вы их склеиваете, то на границе происходит перетекание заряда на другую, они, естественно, достигают условия в реакция нитальности, и какое-то количество заряда заряда запирается в пограничном слое, образуется двумерный плодный галлия. Это первый пример двумерного объекта, феичный, который был реализован на пластике. И над двумерными моделями стали заниматься не только сумасшедшие галлизы, но и вполне реальные Если на эту двумерный газ наладить себе электроды, то можно в нем сформировать квантовые точки. То есть ограничить электронный в такой вот волнушке. Это вексмертная точка. То, что находится здесь, это какое-то количество электронов из двумерного газа, запертых с помощью вот этих электродов в пространство размером десятых нанометров, в котором все состояния квантованы. Они без структуры, но квантованы. Всего они действительно. И у вас там находится счетное число электрона. 50, единиц, сотни, но очень. Их счетное число. То есть это называется фьюэлектронный систем. В каком-то смысле это искусственное. Остальное электронный газ, который занимает роль электронов, это просто резервуар электронов, металлических электронов. Вы можете приложить потенциал и эти электроны перегонять из стока к стоку через туннельный бое. Вот это и туннельный бое. И благодаря тому, что объекты маленькие, электроны проверяются по одному. Один за другим. По причине, так называемый, воздух и блокады. Это свойство системы перезаряжаться, если в нее садится лишний электрон. Сколько это очень маленький шарик. У него имеется очень маленькая емкость. А в емкостной энергии емкость стоит в стаминатике. Е квадрат, даем на С. Поэтому емкостная энергия, наоборот, очень большая. Поэтому, посадив лишний электрон, вы сразу добавляете огромную энергию, которая немного больше энергии инвелирует. Поэтому вот это явление... Таким образом, посадить лишний электрон, значит потратить большую энергию, значит электронное состояние в каком-то смысле фиксируется. Это называется явление Кулоновской блокады. И чтобы выполнять, можно просто нарисовать эту самую емкостную энергию как функцию заполнения ям. Вот здесь нарисованы такие вот параболы, которые придумал тот же самый ХАЛО. Опять-таки немножко в другую цель. Она выполняет. Это называется параболы квадраты. Вот это состояние квантовой точки. Вот это квантовая точка с дискретными уровнями. Это исток, это сток. Это химический потенциал. Эти состояния все заполнены. Но если вы попадаете специально сюда электрон, вы сразу проиграете огромную энергию, вот эту самую Кул на Эмкадрат, и состояние, кажется, выше химопотенциала, и поэтому это просто не важно. Вы будете перекачивать эту яму с помощью затворного потенциала, приложенного вот сюда. Вы начинаете просто двигать этот спектр. Перекачивать его. Вот теперь уже эта яма нестиметрируется. Состояние С1 имеет меньшую энергию, чем состояние С1-1. И в конце концов достичь состояния, когда два состояния разных зарядовых вы просто в этом не занялись. И тогда возможно тренировать. Потом мы еще раз, еще больше тренировали потенциал и попали в следующее, следующее, это называется, Кулоновское обслово, когда тренирование опять невозможно. То есть имеется совершенно определенное значение затворного потенциала, при котором прямое тренирование через тренирование невозможно. А при всех остальных невозможно. Следующее. Если вы нарисуете это все на диаграмме, а напряжение между стоком и стоком, а по всей одинакции, и кей-форсич, по всей абсцисс, тогда вы будете отслеживать заполнение этих нектонов один за другим. Вот у вас имелось не черное число нектонов. Вот это вот состояние, в котором при нулевом паре здесь возможно при конечном напряжении на оплатках, а здесь она невозможно. Здесь возможно. Вот это есть просто меры экстрима. Это экспериментарные. То есть объектом физическим является туннельный нектонокталос. То есть вот этот самый проводник. Это производная тока по напряжению. И она оказывается не ионическая. Потому что, возможно, появится нектонокталос. То есть вот вы увеличиваете весь вход. Ничего не происходит, а потом оказывается возможно добавить еще один нектонокталос. Ток скачет скачком. Есть скачком. Он делает ток. Поэтому вместо закона ООО вы имеете вот такую лестничку. Если вы ее прединфицируете, она получит для контактации вот такую вот кривообразную антеморию, где нет низких градусов. Это вот есть определенные одноэлектронного туннелирования. Кроме туннелирования, как за это имеется, еще ко-туннелирования. То есть вот мы находимся в Кулоновском акте. Когда вообще по двум электрону пропустить туннелирование, то, что можно сделать, это загнать электрон отсюда и сюда, а на самая действующая синеза посадить другую электрону. Этот электрон мы загнали в сток, а из истока взяли второй электрон. То есть это процесс по мигнированию второго порядка, перерывами, и вот это тоже осуществляет перенос зерна. Вот здесь образовывается зерна. Ну естественно, возможные процессы, когда никакого переноса зерна не происходит, но зато происходит генерация электрон-двертинга. Ушел электрон-двертинга, и это можно сделать как через заполненное состояние, так и через пустую. Т.е. сначала посадить сюда второе электрон, а потом забрать ее. Т.е. под аннулирование на самом деле так же, более-менее, над электронами. И вот мы теперь пришли наконец к конному эффекту, который, собственно, поделили. У электрона есть спин. Давайте принес помочь. А вот мы меры с этой анимацией проявляем. Один электрон с уровня этого электрона с спинап пришел сюда, освободил под мощность второго электрона снизу. Вот здесь просто полумовинные анимации неожиданно. В общем, если вы один электрон загнали с уровня направо, а второй на его местности с другим спином, то это эквивалент для того, что образовался электрон-дверочный пар с противоположными спинами, а если вы напишите несоответствующий инцидент, то вы имеете вид обменный рогоментный нерв. Где у вас преодолелся спин от реализованного электрона и, соответственно, возникло электрон-дверочный парк и, то есть это есть обменные энергии во втором порядке по туннельному электрому нерву. А в физике металлов известно, что такой обмен приводит к эффекту бонда, то есть к аномальному, в том случае это рассеяние электрона на организованном спине. В том случае это аномальные рассеяния, а в этом случае это аномальные растения. По какой причине? по той причине, что образовая электрон-дверочный парк, вот эти самые, амплитуды этого образования содержатся агаритмом, у которого в числителе ширина зоны огромная величина. Агаритм тем больше, чем меньше температура или нет. температура То есть в системе имеется температура температура. Чем меньше энергетмом, тем больше амплитуды вещества. Поэтому мы должны не ограничиться вот этим самым простым процессом второго порядка, а суммировать все расстояния с большим количеством электронно-дверочных парк. То есть любой такой акт одевается огромным количеством электронно-дверочных парк каждым из электронов. То есть это процесс существенно новой частицы. И если теперь будет температура в какой-то момент эта поправочка становится на единице. То есть режим слабой связи пристает замок и температура которая сейчас происходит температура полная это затравленная рекламного внимания экспонентум землянца которая стоит и вы должны решать это с курсами это можно сделать и тогда помните что тенуле температура из-за огромного возникает резонанс точно на уровне фермы и амплитудное сеяние в обычном предвидорском форме тенуле а тенуле нагрева тенуле нукава это резонанс точно на уровне если у вас энергия прохождения совпадает с энергией фермы эта тенуле исчезает и обмитутность огромная если 1 амплитуды то есть кондоэффект приводит к тому, что проявляется в провозении самодельника никак не обработанного Как приводить экспериментально? Вот у вас лоновская кодка с чёрным числом электронным там у вас имеется 7-летное состояние у меня никакого спина нет, никакого же кондо нет но в ярусе чёрным числом электронным появляется вот такой мостик, где на левом палец вот этот мостик, где и есть кондо-клубином и в контакте появляется узкий и очень высокий пик Эта ампетуда зависит от температуры, поскольку она есть температура она тем меньше, чем температура это и есть теоретическая кривая теоретическая кривая, которая описывает кондоэффект вот, конечно, с помощью то есть задача о кондоострении это точно решаемая задача она очень сложная, но решаемая и вот все экспериментальные точки на прямую гамму от температуры кондо это может ложатся фактически джерми т.е. этот вот мощник ну, в сроке проводился это действительно нагрестит эффект связанный с многоградным экранированием обоих многоградным экранированием спина на левом палец вот эффект бывает рвально эзотически вот этот, да, теперь значит, как и нормальный эффект интерпретируется на базе вот у вас имеется локализованный спин они есть построены параллельно на самом деле это просто спины электронов которые ничего не обыщения а полное взаимодействие оно, как я уже сказал увеличивается с уменьшением энергии и вообще, говоря, приходит к бесконечности это значит, что у вас спин наматывает на себя а так, локализованный спин наматывает на себя превороты спинов динамических переворотов спинов из отклада и в конце концов при ней температуры образуется связанное состояние то есть этот спин полностью заэкранирован это не элифтостатическое экранирование это динамическое экранирование т.е. спин, превораживший быстрее, 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 и тогда это зонумяется. Само быстрее неряется. Я так говорю на пальце, но видите, у нас будет довольно простой. Так вот, все эти n электроны потратили одну степень склинную степень свободы на всех. То есть каждый отдал по одной n своей склинной степени свободы на то, чтобы заэкранировать этот самый локализованный ценой отдачи малой частности свободы они заработали для всех остальных сетей полную свободу. Все остальные зоны ничего не знают про это степень. Они заходят в семье за степень, они свободны. Все каждый день. Поэтому в основном степень и задача схода со склинной степенью есть обыкновенный фирменный жидкостей, в котором имеется магнитное восприятие. Магнитный рогик – это просто восприятие респаури, константы. Но когда вы начинаете повышать температуру, происходит раскрепощение текстынов, то есть переходы из 7 вето в 3 вето. И это раскрепощение дает поправку к расприятию тексты по фирменному жидкостному закону тексты. Парклона, в теории фирменный жидкостей, где обычно стояла вот энергия фирменный, а сейчас есть температура фирменный, который экспоненциально меньше, и энергии. Натеминие – это фирменный. Вот такая спец. Это есть пальцевая фирменная реагируется, кругом эффекта, который может völlig сложиться. Но ведь спирином не обязательно будет 1 в 2. это же все зависит от этого представляете, что спин больше всего единички, чем дрифтеры когда тот же самый процесс аудитория по бедному аудитория поэтому в результате гонок процесса у вас часть спины останется не заэклонирован и останется в одном состоянии система опять-таки свободных электронов и локализованность спины уже уменьшена часть спины когда в бедном отпуске у вас имеется закон Фюри но есть третья ситуация когда у вас имеется не один канал, а два то есть у вас имеется два резервуара допустим, красный и синий правый гео тогда и кого они участвуют в кондекции тогда вместо такого процесса вы имеете процесс когда его экранируете слева и справа в результате его перехранируют у этого одна вторая а у этих двоих вы их перехранируете в результате у вас возник противоположенная правая спина уже теперь в другую сторону после этого следующие два резервуара начинают экранировать этот они его опять перехранируют и этот процесс подраздается экранируем в результате вы так инфицируете состояние терминологии система ведется совершенно инфиций во вне вне ведется как а а а это число меньше и меньше сколько правило а тем более что это вообще расходится не терминологии в общем не терминологии это состояние связанное с тем что этот процесс не будет исходить и все эти режимы желательно ввести в обыкновение я уже утреннонсировал а все остальные все гораздо сложные особенно вот эти перехранированные теперь давайте посмотрим что будет при четном заполнении двадцатые точки подавали бы никакого эффекта а если мы начинаем с симметрного состояния остального есть такие процессы в которых электрон уходит из симметрного состояния а замещающий его электрон то есть ко-туннелирование может привести в природу симметр и тогда динамическая симметрия таки да реализуется в эфире соответствующий кондор рекоменда имеет оба генератора входят в генератор и они работают на и и если щель между симметрами и трепетами сравнивая с температурой кондора тогда сама температура кондора становится функцией щели то есть когда щель достаточно маленькая и семье и трепет принимают участие в кондоре то есть генеромическая система реально работает в а в теперь значит еще одно одно свойство которое связано с со сравнением актуальной энергии фонда и фонда и фонда фонда энергии всего спектра это есть дискретные уровни квантов точек только низколежащие эти уровни участвуют в кондоре а окружение то есть электроды имеет огромную энергию и задача решения кондрефекции состоит в том что мы отинтегрируем состояние способной энергии с тем чтобы прийти к энергии низкой и тогда у нас происходит редукция спектра после того как вы провели сокращение спектра футбола оставили только маленькие состояние при сравнении с этой энергией тогда динамическая симметрия не происходит динамическая симметрия есть свойство не всего спектра а только его самая низколежащая тельция сравнивает с этой энергией перенормировки константы связи от константы конституции и тогда и тогда получается цена и теперь мы вернемся обратно более сложной с исходный герметрии на 23 он состоит из герметрии платы дискретные герметрии на полуоцин взаимодействие с это есть оплаты а это есть оплаты из реформы от платы с исходный герметрии имеет вот спину 10 герметрии а это называется модель теперь мы начинаем от большой энергии с полной шириной и начинаем ее уменьшать постепенно отрезаем высокое энергетическое влияние и землянское химическое химическое слое при этой процедуре сами уменьши перенормироваться зона сокращается а он перенормируется и они это делают медленно медленно имеется логарифм сокращение от первоначальной к в конце концов они оказываются эти уровни которые вначале были заполнены со стримами это состояние оказывается ниже актуального уровня а после этого они перестают нормироваться и электрон дальше имеет фиксирование и соответственно вращается в стрим поэтому чтобы достичь этого состояния комнат нужно найти состояние андерсона когда участвуют и зарядовые и стримы то когда вы пишете потребление очень простого дифференциального уровня уменьшения связи с уменьшением энергии оно как основная квадратка самого уровня решается вы получаете переломированные которые обращаются в бесконечность при температуре равной конкурса это простой способ решить задачи конкурса это обращение в бесконечность означает достижение фиксированной точки после которой это задача с основной точкой а теперь это же самое на языке друг диагностический симптом а вначале мы имели все сети сопровождены при высокой энергии мы имеем состояние со шпином состояние без электронов и состояние с двумя т.е. в основном у вас есть такой вот мультики имеются переходы между шпином мультики имеются переходы между спином состоянием всех и т.е. такой носок перехода это некрепко построится оперативный переход показывает что это группа СУ4 но в нее включены и спиновые степени на равных правах вот это называется Хамбер сам придумал именно эту он ее идет в совершенно другом месте он ее придумал он для нее придумал оператив он выбирал т.е. наша плановая точка в самом начале была динамическую систему потом мы начинаем сокращать интервалы энергии т.е. замораживаем какие-то зарядные состояния сначала мы замораживаем состояние с двумя радиационными переходим в подсимметричную правду работы состояния с единственным заполнением устойчивым тогда группа СУ4 превращается в группу СУ3 и все переходы между ними различны это группа СУ3 и наконец все зарядные трепени выражаются в основном состоянии пенисской энергии имеются только перевороты спина это уже группа СУ3 т.е. процедура решения задачи Кондо метода есть ничто иное как последовательный переход от симметрии СУ4 через СУ3 к СУ2 это все красиво но никому не нужно потому что и так можно обратиться я верю красоту но задачи с кондоэффектом и четным заполнением без этого никак не вертись по подключению с с с с с с с с с и с с с с с с с с с Никакого эффекта конда нет, ничего нет. Теперь вы начинаете, а эффект не уравнивать где-то там на эрконе. Вы начинаете его приближать к синьгету. Вы все еще находите в синьгете, а эффект конд уже появился. Эркет уже работает, да? Он находится от основного состояния до состояния сомнево с эффектой конд. Эркет конд возрастает, достигает максимума, когда синьгеты теперь просто вырождены, а потом опять начинает уменьшаться и становится. И в конце концов, в основном состоянии 3-клета, вы приходите к обычному эффекту конда для S равного единички, для того, что называется недоэкранированным кондом. То есть температура конда, а вместе с ней и тоннельная травмобильность имеет вот такую вот большую зависимость от 3-клета. Это расщепление, которое можно контролировать экспериментально, и больше того, что стало за 2-клета. То есть вот динамическая симметрия вполне реально появляется на этой стороне. Еще один, на самом деле, самый первый конд-эффект, это конд-эффект индуцированный магнитный поле. Обычное магнитное поле, что называется, дотриментом, разрушающим образом действует на эффект конда, потому что оно закрещает переворачивать спину из-за зеймановского расщепления. То есть если у вас имеется спину до 2-я, и угрожая магнитного магнитного поле, то сначала конд-эффект индуцированный расщепляется, а потом просто исчезает. Здесь же, если у вас имеется 2 эритумы, и основное состояние синглета, потом совершенно перебороны процесс, когда снимаем на свое расщепление, марки будет вырождению между синглета и одной из проекций, где стоит работать, а она будет. Это вот, тогда вы можете построить операторы, побеждающие, помеждающие, из синглета и проекции Апп, вот эти вот образы, и у вас гамитинерный имеет вид а Эр, векторное движение, вектор Эр на спин, на ревизон, похожий. Что-то похожий на эффект, то есть, зима в позитроне. Но, на самом деле, намного на чем похоже. А? В позитроне? Похоже. То есть, возникает, наведенное много где работает, даже не в позитроне, а в позиодиме, атома, это и есть. И в зиме, с позиодиме есть. Там тоже, на самом деле синглета, но поле можно сделать. Но здесь все работает, как эффект, индукцирующий кондрорсини. То есть, кондрорсиния происходит исключительно на гире, благодаря динамической цинкви. Это вот была, я думаю, рекомендация, потому что это была первая работа, в которой была предсказана, где кондрорсиния индукцирования мобильного поля и динамической цинкви, и тут же она была наблюдена через звезды. Вот вам опять эти самые минимальные цинкви, индукцированные мнения, а вот у вас кулоновская кошка, с ней в черном дополнении, это есть кондрорсник, а в черном нет ничего, эффективно, но здесь нет ничего. Вы начинаете увеличивать поле, этот пик расплывается, исчезает, здесь нет ничего, потом внезапно в определенном поле 1.18 тесла возникает кондрорсник в кулоновскую кошку с черным дополнением. То есть, как это выглядит эксперимент 25-25. Сейчас я нахожу, просто явный формы и ПДВ как функция 3-25. Вот как он выглядит опять-таки и действительно этот эффект тут же выведет, и это, можно сказать, что первый знак того, что для меньшинства детей не есть другая теоретика, а он реально нечистоит. Вот я как бы главное послание сделал, дальше, то есть то, что можно запомнить, я уже еще раз сказал, а в оставшие 7 минут я расскажу все те же варианты. какие еще у вас кладовые точки? Просто это чисто не они всем то ли все эти генетические симметрии применимы и были применимы. Вот есть такие замечательные кладовые точки, называются вертикальные кладовые точки, когда вы знаете, эту самую кладовую точку загоняете симметрические обкладки, которые ее запирают. Вы знаете, этот парамонический, парамонический парамонический вы имеете делать так называемую аду фока-дагула это была чисто математическая игрушка, когда задачу об исцеляторе гармоническом перевели на электронный язык это еще было через 5 миллионов и тогда оказалось, что векторные моднии тоже описываются законными теми самыми состояниями динамической пластили. У них тоже имеются динамические симметрии, связанные с переходами. Это симметрия Dessault 2.1, я помню, но идея за то, что эти все атомы это действительно атомы, у них имеются оболочки, потому, что они имеются церемонические симметрии, квантовые числа моменты это главное квантовое число и момент, и вы заполняете оболочек последовательно. Сначала выполняете цели с оболочкой примерами, потом преоболочка, потом преоболочка, где-то только проекция в один, то есть квантовые числа на одно меньше, чем то есть можно из этих квантовых стучек построить целую токуцу наиболее. Что было сделано? Здесь нарисованы кулоновские стуки как функция заполнения целигической квантовой точки. Это мягические квантовые числа, когда особо устойчивые заполненные и полузаполненные мягочки это фактически первые 7 атомов токуцы наиболее. Они построили в фонде 20. Построительность мы экспериментально реализовали, последовательность заполнения реализации от одного до 20. Построили традицию не Медлеева, а Аккорен Хогана и назвали каждый элемент именем другой сотрудник реализации. Спирт его это спирт обычного сцелятора, который расположен инфекционными это циклозонная энергетика наиболее поле наиболее поле благодаря этому наиболевскому двигу состояния могут пересекаться это в Америке но если у вас имеется многое микровое состояние то с работой вы можете складывать эти моменты первых из них симметрии если это черные дополнения или дублеты если они не черные и магнитным полем вызывает пересечение симметрии еще для реализации генемической симметрии она была реализована вот эта самая тревая в зависимости температуры поля от магнитного поля степень выражения симметрии с поля 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 еще клановые точки сделаны из молекулы их можно делать с скружением тоже клановые точки и посадить энергию вы меняете его емкость и вся задача с поля и это тоже будет сделано из поля и это будет сделать энд фулерен запихать предприземлем со своим собственным организмом эту задачку тоже решить и не решить тогда это существует и у этого стены имеются и у этого стены даннотрубки имеются плотнования по размеру а если вы отсекли ее фрагмент то появляется пространственное плотнование и в этом направлении есть состояние окончательное и полностью дискретное даннотрубки это самый лучший объект все красивые эксперименты с эффектом фонды выныл не тот эффект вход из более индукцированных фонды тоже сделано имеются двойной и тройной клантовые точки имеются кольцевые клантовые точки на линии инфекциях источник стоп электронный перецитат для имеются И вот эти банковые точки выращены в виде островков из осенней винины на поверхности осениевых грамм. У них эксперт полупроводниковый. Он одновременный полупроводниковый. И фокдаринский потенциал, опять же, динамитный. Он тоже проводился. Это было смешно фокдаринский эксперт для пыли, фокдаринский эксперт для электронов. Вы можете возгрузить ксиктоны с помощью резких объектов переходов и полный набор переходов. Эти переходы должны являться не в токе, а в оптическом обращении конкретно в реминистанции фотоэнергии. То есть полный набор ситуаций. Вот я нарисовал возможные симметричные конфигурации слоя и фокдаринского итоги. Если бы вам уже дали симметрию вращательную, типа капитальную или по спинку, а есть еще и точки. Вот у меня вот квантовые точки нет. Эти квантовые точки имеют симметрию отражения. Ни квантовые точки, которые отражения рукавы, ни верхние точки. Можно делать треальные квантовые точки, которые появляются треугольной симметрией. И она накладывается на симметрию. Эти симметрии являются очень сложными. И, в общем, мы построили науку для симметрии от всех, от СО2 до СО6 и от СО3 до СО8. Все декады этих имеются свои объекты. То же самое, как и вертикальные квантовые точки. И, наконец, можно объединить в таких вот треугольных квантовых точках Кондо-эффект и эффект Ароно Бома. Ароно Бом, я напомню, он вообще изобретен довольно быстро. А вот реализации его очень долго пытались найти. А вот реализации, я делаю эту условию. Плантовых точках, она делается элементарно. Ну, это просто с собой весь пантовый точка, в которой имеются два пути. Электроны из источников 100. Вот здесь можно идти через левый канал и через правый канал. А внутри загнать магнитное поле. Тогда один путь идёт по шерсти магнитного поля, другой против шерсти. В результате набегает фаза, разность фаз, мероприятия и медленных путём. Электрон, который, естественно, идёт, он выбирает обороти сразу. Сколько это огромное механическое объект. Потом шерсти из источника заканчивается. Они встречаются по ту сторону магнитного потока. А оно уже созрёт эффективный поток. И это эффективно сквозь у нас фаза. И этот эффект, естественно, может превратиться мной. В соответствии с увеличением атмосферы. А то и квант кратную продукцию. И, знаете, он не запирается. Кондоэффект магнитный. Кондоэффект разрешает универнение в окошке с запрещенной кулоновской блокадой. А эффектнородного кулонового поля его запрещает в силу своей назначенных поклонений. Это вот подсчитанный. А то, что было бы без... Это, наверное, разрешённый кондоэффект, который внезапно при половине отхватива университета обращается строгим. Это более сложный картинка. И здесь, и здесь. И, наконец, я прибегаю в следующую картинку. Последний номер. Это экзотический кондоэффект. Когда спиновый и псевдоспиновый переменные меняются местами. Можно сделать такую классную точку, которая состоит из двух больших квадратных точек, что-то с палатной кулоновской блокадой, но соединённой с пунктами. А центральная, она, если по лицонке ничего не знает, она соединена только со своими партинками. За это возойдёт вертикальный партинг. То есть, по-другому. Когда там имеется спирт от состояния, центральная точка этой структурами, это состояние заполнено. Девы и правы пошли к этой структурами. А это изменение от кулоновской блокады, которые добавляют сюда еще один вид. Здесь она большая, и это перевод все не будет. А этот более-менее разрешён. Это для вас вот такая возможность. У вас имеется... Это клановая точка. Электронно-центральная точка. В центральной точке сидит точно. Или какие-то все. За левой спинной системой. И что может быть? Электрон из левой точки уходит в скоп. Электрон из скопы размещает не в своей точке, а в правой точке. В результате у вас получилось, что спин не изменился, а псевдоспин не изменился. У вас просто центральная левая осталась в состоянии центральной правой. Электронной системы. И образовался, и он не изменился. То есть спин. А поскольку состояние основной силы нет, то есть природная спина у каких-либо. В результате вы записываете вот такой же грандинент. Такой грандинент. Челюсть, эндоспинные полимерные. Но поскольку спин все-таки есть, он у вас не появляется, но он есть. Поэтому у электронов электронов эндопланет имеется спиновый признак, который сохраняется. Поэтому у вас имеется пломбоканал, или имеется бакулоканал для спина-ап и для спина-дон. Оба они могут перевернуть тело спин. То есть возможно даже реализация этого двухканального электронного эффекта в таком случае, когда спин играет роль от канала, а канал играет роль от спины. И все это проявление синтрии в несколько учителей. Но, собственно, на поживание эмоций в определенное время вывод простой. В любом, поскольку человеческие мозги более изначеленные, чем природные, человек может придумать такое, что ничего в природе в принципе не бывает. Занетики на месте среди как раз пример того, как это будет. Нормально, потому что это нормально, какие ситуации я по крайней мере не знаю. Но есть у них фактические положения, я честно не знаю, но есть на них. Вот это, собственно, все. Это список людей, которые я понимаю, где-то, 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 А вот, что я думаю, спасибо. 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 Спасибо.